Приветствую всех! Данное видео будет немного не в формате моего канала Но наблюдая, отчасти участвуя в тех событиях, которые сейчас в Украине Читая комментарии всяких людей Читая разные средства массовой информации Смотря видеоматериалы с мест событий Я просто чувствую какую-то внутреннюю необходимость снять данное видео Возможно для кого-то что-то дойдет Кто-то для себя подчеркнет что-то важное, интересное Кого-то мое видео натолкнет на какие-то мысли, которые раньше не приходили в голову И тому подобное Здесь я схематически быстро на глаз нарисовал границы Схематические границы государства Украины Которые в таком виде существуют уже 23 года При этом независимая Украина граничит с семью другими независимыми государствами В Украине есть своя конституция Есть свои законы Есть свои органы власти Которые обязаны следить за соблюдением конституционных прав граждан Украины За соблюдением законов За их благополучием Так же как и всеми окружающих Украину государствах Государство Украины Населяют граждане На сегодняшний день приблизительное число их составляет 45,5 миллионов человек Это граждане Украины Но это могут быть не украинцы Это разные национальности Как известно Русские, евреи, татары, армяне Таджики, казахи, белорусы, поляки Ну и список можно продолжать Главное, чтобы вы поняли, что Население Украины разношерстное У всех могут быть свои взгляды На любые вопросы У каждого есть свое мнение Каждый человек неповторим И жизнь человека любого Это главное Это главное в стране Украины Во всяком случае это прописано в Конституции Украины На территории Украины действует Конституция Законы Есть органы власти Должен быть президент Должен быть Верховный Совет Верховная Рада Должен быть Кабинет Министров Которые, собственно Разделяют полномочия Следят за соблюдением законов Генерируют законы Создают Следят за деятельностью Всей страны То есть за обеспечением Ее жизнедеятельности Немножко поговорим От общего к частному Об истории О том, какая ситуация Сложилась на сегодняшний день Как я сказал 23 года стране Это значит, что Самому старшему гражданину Который родился на территории Независимого государства Украина На сегодняшний день 23 года Это такой возраст Когда студенчество уже позади Есть работа Есть сформированные Ценности жизненные Есть взгляды на жизнь Понятно, что многие Это студенты Примерно это С 17-18 лет До 23 Как раз 22 Остальное население Родившееся в Украине Это еще фактически дети Школьники Со своими интересами Со своими взглядами Со своим поведением Культурой Старшее поколение Это люди Которые родились Еще при великом Могучем Советском Союзе Который распался В результате распада Которого И образовалось Независимое государство Украина В этом же распаде Образовалось Независимое государство Беларусь На протяжении 23 лет В Украине Действовал Верховный Совет Который Собственно Издавал законы Генерировал их Вернее Разрабатывал За это отвечают 450 человек 450 депутатов В Украине Есть Суды Судебная ветка власти Это те органы Которые должны Принимать решения Основываясь На законах На конституции И законах В Украине Есть прокуратура Которая должна Следить За соблюдением Законности В деятельности Разных Органов власти Являясь Органом власти Он следит За соблюдением Законности В органах Власти Есть такой орган Как МВД Министерство Внутренних дел В частности Милиция Которая следит За порядком За соблюдением Законности В повседневной Жизни Граждан Украины Есть орган СБУ Служба безопасности Украины Которая следит За тем Чтобы Чтобы обеспечивалась Безопасность Всего государства В целом Безопасность Его граждан Безопасность Его интересов Безопасность И целостность Его территорий Ее территория Вернее Государство Украина Есть всевозможные Администрации Администрации Отвечают За управление Страной На местах Так как Украина Состоит Из 24 Областей Одной Автономной Республики Крым Автономия Крым И двух Городов Специального Статуса Это город Киев И город Севастополь Так вот За 23 года Жизни Этого Государства Украина Сложилась Очень плохая Ситуация В том плане Что процветает На сегодняшний день Коррупция Бюрократия И несоблюдение Законов Хочу рассказать Как это все возможно Почему Значит Как мы уже Вернее Как я сказал ранее Исутствует 450 депутатов Которые могут Разрабатывать Принимать Контролировать Законы От имени граждан Но не всегда Во имя Их благополучия Их интересов К сожалению То есть Вы понимаете Что проще Договориться Как-то Купить Переубедить 450 депутатов И не нужно Собственно Советоваться С людьми По большому счету То есть С той цифрой 45 с половиной Миллионов Человек Их судьбу Вершату 450 В принципе Для принятия Решения И Проталкивания Каких-то Выгодных Законов 450 человек И не нужны Нужно Договориться Всего лишь С большинством То есть 225 человек Плюс 1 По каким-то Законам Если по Принятию Изменений В Конституции То это 2 трети Состава То есть 300 человек То есть При 450 Принятие Решения Это 225 Плюс 1 Хотя бы При Принятии Изменений В Конституцию Это 2 трети 300 Минимум Понятно Что Договариваясь С депутатами Граждане Не могут Им предложить Чего-то Такого Интересного Чтобы Они Согласились Послушать Граждан Поэтому Депутаты Прислушиваются К тем Кто может Заплатить Это Предприниматели Какие-то Миллиардеры Миллионеры Бизнесмены Собственно Получается Логический Вывод Что Законы Принимаются И продвигаются Под этих Бизнесменов Которые Могут Объединяться Враждовать Между Собой То есть Определенные Люди Покупая Голоса Депутатов Могут Продвигать Нужные Им Законы Далее Милиция Есть Такой Орган Которая Следит За Соблюдением Законов В повседневной Жизни К сожалению Является Главным Нарушителем Законов В жизни Граждан Украины Права Обязанности Милиции Прописаны В законе О милиции К сожалению Очень часто Этот закон Просто не Выполняется Сотрудниками Милиции Здесь Должны Вы Прийти На помощь Структуры Подразделения Прокуратуры Районные Областные Генеральная Прокуратура К сожалению Должны Но Они Руководствуются Тем же Принципом Что и Депутаты Политики Наши Горячо Нелюбимые Продажные Сволочи Значит Схема Довольно Простая Милиционер Нарушает Права Граждан Граждане Пишут Заявления Жалобы Начальнику Милиционера Милиционер Приходит К начальнику Дает ему Деньги Начальник Не находит Никакого Нарушения Человек Не останавливается Пишет В прокуратуру Милиционер Приходит К прокурору Делится С ним Деньгами Прокурор Не находит Нарушения Человек Подает В суд Милиционер Приходит В суд Платит Судье суд принимает решение что в действиях милиционера нету нарушения ну что ж, милиционер потратился ему нужно заработать зарплата у милиции маленькая он идет нарушать дальше с целью наживы все повторяется по разному но вопрос в том, что многие ли граждане Украины пишут заявление, когда нарушаются их права нет процент этих людей мизерный людям проще посидеть на кухне повздыхать и дальше запрягаться в ермо это реалии суды, та же ситуация на кого бы человек не подавал в суд, дабы решить все по закону в большинстве случаев выигрывает тот у кого больше денег потому что суды у нас продажные лучше всех живут те, кто возглавляет всякие структуры потому что это ключевые фигуры куда стекаются деньги по вертикали то есть от простых подчиненных бабло идет наверх и сейчас вы могли наблюдать как жил живой еще президент Украины Янукович в Межигорье видео всяких хватает как жил генеральный прокурор Украины Пшонка какие у них дома при их зарплатах такая ситуация сложилась на осень 2013 года далее мы поговорим о том как развивались события в Киеве в других регионах на Евромайдане спасибо за внимание пока что продолжение будет